всем привет добро пожаловать на youtube канал арома меня зовут маша головина и сегодня спешу к вам с новостью о том что мы решили открыть новую рубрику новые видео эпизоды которые будут называться парфюмерный словарь исходя из опыта в том числе моего личного мы пришли к выводу что многие люди сомневаются в том что касается ударение употребления склонения слов касающихся парфюмерной индустрии или запаха в целом сегодня выбрала 8 интересных слов с произношением употреблением которых наконец-то появится ясность и мы будем разрушать мифы и выбирать верные варианты первое слово альфакторный проще говоря обонятельный альфакторным может быть например опыт или альфакторным может быть профиль не буду называть неправильное произношение этого слова чтобы у вас отложился верный вариант второе слово кабарга тот самый мускусный олень из брюшной железы которого вплоть до середины двадцатого века добывали тот самый натуральный мускус который давал парфюмерным композициям такую стойкую базу мягкий обволакивающий эффект сейчас натуральный мускус не используется подобным компонентом подобрана замена в виде синтетических душистых веществ а нам остается лишь запомнить куда в итоге ставится ударение в слове кабарга третий выбор который перед нами стоит это абсолют или абсолю и что это в конце концов такое абсолют это парфюмерный продукт компонент душистый материал который оказывается в формулах в составе парфюмерных композиций абсолют обычно получает не методом паровой или водной дистилляции а с помощью экстрагирования растворителями например может быть использован гексан чтобы скажем из розы получить абсолют розы абсолютно это французский вариант этого слова безусловно не будет ошибкой если вы используете именно такую версию но в русском языке устоялся перевод который звучит как абсолют предлагаю использовать дальнейшем именно этот вариант четвертый вопрос это склонение и здесь главным героем конечно же будут пачули как оказалось они действительно склоняются и правильно будет говорить духи с пачулями нота пачулей к примеру для меня это в какой-то момент стало настоящим откровением и я все мечтаю найти одного пачуля но думаю его не существует напоминаю что пачули это растение которое произрастает в юго-восточной азии близкий родственник мяты по запаху напоминающий такое горькое дерево и землю почву погреб очень часто используется в духах и разумеется в парфюмерном лексиконе следующее слово это имя собственное будем говорить про серже лютанца очень часто его фамилию произносят неправильно до сих пор помню как меня поправила моя подруга француженка и действительно фамилия несмотря на кажущиеся нормы и правила французского языка с в данном случае в конце фамилии лютанц читается поэтому этот известный стилист арт-директор основатель парфюмерного дома серж лютанц его зовут именно так фамилия его произносится так шестой герой сегодняшней рубрики тоже имя собственное название модного дома эрмес мне кажется на территории россии все очень любят эту марку сумка от эрмес биркин можно сказать статусная вещь но мы любим эту марку не столько за кож галантерея сколько за замечательные парфюмерные композиции в том числе и кожаные следующий вопрос можно сказать наболевшие вопрос жизни и смерти как же правильно все-таки говорить слушать или нюхать запахи несмотря на все снобства парфюмерных тренеров или консультантов которые настаивают на варианте слушать аромат вроде как и звучит более элегантно изысканно но нюхать это основной глагол который мы используем говоря о запахах поэтому говорить нюхать запах нюхать духи правильно и ничего зазорного в этом нет предлагаю вернуть этот глагол в обиход последнее слово на сегодня снова парфюмерный ингредиент корни травы произрастающие на острове явно на гаити конечно же это ветивер на самом деле нормы русского языка в случае с этим словом нет многие люди говорят ветивер но я предпочитаю и многие люди из индустрии со мной согласятся ставить ударение на последний слог ветивер как бы на французский манер спасибо что были с нами сегодня я еще раз призываю вас оставлять комментариях ваши любимые сложные слова название брендов мы обязательно разберем каждый кейс и увидимся в следующих выпусках на youtube канале арома